Девушки отдыхают Знают ли они, что нужно делать, если вдруг в движении загорелся автомобиль? Знаете ли вы, что нужно делать, если вдруг в движении загорелся автомобиль? Первым делом заглушить, выбежать, если там капот, огнетушитель достать и потушить. Достановиться и бежать куда подальше. Я рассчитывала, что он так делать не будет. Постараться быстро открыть капот, снять клемму аккумулятора. Ну, я знаю, что нельзя открывать капот в первую очередь, чтобы не поступил кислород, чтобы не увеличить скорость разгорания или возгорания, как это? Выходить из автомобиля, доставать огнетушитель? Ну, я не знаю, я бы ничего не делала, я бы убегала скорее. Самое главное, чтобы люди выбрались, а дальше горит она. Ну и отойти на безопасное расстояние. Попрошить или самому по возможности вызвать вас автомобилем? Меня убеждали, что такого не случается, что автомобили не загораются. Даже в фильмах, когда показывают, что они взрываются, это все выносил. Кстати, огнетушитель в каком-нибудь мужчине, знающему, что с этим делать. А вы когда-нибудь тушили огнетушителем? Нет. Он только сам у меня тушил в багажнике. Вообще огнетушителем приходилось тушить? Да, у меня раз на старой машине проводка загорелась, так я огнетушителем тушил. А у вас есть огнетушитель в автомобиле? Нету. Я все равно бегу, даже если он гей. Я девочка, пусть меня кто-нибудь спасает. У вас есть огнетушитель? Нету. Ну вы будете вызывать МЧС, да? Конечно. По какому номеру? Подождите, меня испугали, 103. Нет, 101. Вы стали очевидцем ДТП. Человек оказался зажат в автомобиле. Вы какие-то действия будете предпринимать? Ну конечно. Ну если получается авария, это серьезная. Попробовать, ну, как-нибудь выбить стекло, вытащить, попробовать, там, ремень отрезать, если он зажало. Ну, наверное, есть какие-то ситуации, в которых это делать нельзя, потому что это может усугубить еще травмы его, например, если у него там с позвоночником что-нибудь или еще что-нибудь. Если мои действия навредят здоровью пострадавшего, я не буду трогать, я вызову медиков. Я не умею делать искусственное дыхание, либо массаж сердца, но, может быть, что-то пыталась предпринимать в данной ситуации. Куши тачку! Итак, первое, что нужно делать, это не паниковать. Во-первых, заглушите автомобиль, высадите всех пассажиров и попросите их позвонить по номерам 101 или 112. Возьмите огнетушитель, который должен быть всегда под рукой, не в багажнике желательно. Откройте замок капота и только тогда выходите из автомобиля для тушения. Не стоит сразу открывать капот, так как приток воздуха только усилит горение и есть возможность обжечься самим. Приоткройте немножко, прицельтесь, посмотрите, где очаг возгорания и тогда уже, направляя струю огнетушающего вещества именно непосредственно в очаг возгорания, производите тушение, постепенно приоткрывая капот. Незамедлительные и правильные действия по тушению автомобиля сократят ваши финансовые потери, ну а если вы стали очевидцем ДТП или загорания автомобиля, не будьте равнодушными, окажите помощь. С вами был Вадим Макаранцев, Александр Попко, специально для МЧС Минска. Пока! Не тушится почему-то. Ну как-то так. Но если не удалось самим справиться с огнем, закройте капот обратно и вызывайте МЧС. МЧС Минска. МЧС Минска.